Вера в сердце Верный щит Донбасса – это 10-серийный проект о том, как в трудные времена люди помогают церкви, а церковь помогает людям. Люди эти очень разные, разного возраста, разного рода деятельности, они не всегда воцерковленные, но ими движет общее – вера, любовь и милосердие. Они все хотят внести свой вклад в восстановление мира на освобожденных территориях. Мы расскажем вам удивительные истории о том, как неравнодушные люди, объединяясь вокруг церкви с верой во Христа, творят настоящие чудеса. Для меня этот проект особенно важен, потому что Донбасс – моя родина, я православная христианка. И больше всего на свете я хочу, чтобы на моей родной земле поцарился мир. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Мужество, смелость, отвага – все это очень важно для бойца, стоящего на защите Родины. Но есть и другие не менее важные вещи – вера, молитва и духовная поддержка. Любой боец, даже если прежде он был далек от церкви, скажет, как для него это важно. Поддерживает дух бойцов любовь родных, военные священники и молитва, зачастую совершенно незнакомых людей. Буквально с первых дней специальной военной операции, вслед за теми, кто верен в воинской присяге, на территорию боевых действий отправляются и те, кто дал другую присягу – Богу. Военные священники. Очень многие люди сейчас недоумевают и не понимают, что священнику делать на войне. Молодые священники даже этого не понимают. Вот именно, да. Многие священники этого не понимают. Да. Как бы вы им ответили? Ну, а как ответить? Я служу в церкви уже 32 с половиной года. Для меня это, как для священника, это уже четвертая война. Реально, с которой я соприкасаюсь как священник. Я сам служил в спецподразделениях и была мечта продолжить семейную традицию, стать военным. Но Господь управил так, что не прошел по зрению. И стал священником на протяжении вот 30 лет. Вся моя жизнь, она связана с военными. Сюда езжу на Донецк, я езжу 16-го года. В зоне боевых действий священник, как и в тылу, также помогает людям. И бойцам, и мирным жителям. Конечно же, наша главная задача – это совершение таинств наших. Какие мы можем совершать в таких условиях. То есть и исповедь, причащение, и крещение. Ну, где-то приходится там. Отпевать. Да, да, мне вот в Востоке приходилось и прошлой осенью, и весной. Ну, это наша миссия. Но это основное направление, как бы, для чего здесь находятся священники. Желаю, чтобы Господь всегда присутствовал в вашей жизни, помогал, поддерживал, давал вам силы и духовные, и физические. Вот этот крест мне специально передали сюда на фронт. В этом кресте, вот здесь, находится частичка животворящего древа Господи. То есть частичка креста, на котором был распят Христ. Важной частью работы священнослужителя отец Святослав считает проведение бесед с бойцами. На фронте слово священника и душу лечит, и силы поддерживает. Я сам вот езжу, провожу беседы с бойцами. Я вижу заинтересованность. Что не просто вот они пришли там, заполист сказал, так, сели, послушали, сказали, батюшка, спасибо. Какие у них вопросы к священнику? Какие темы? Сышь, в основном, конечно, вот это понимание. Для всех вот главный вопрос. Как мы, единый народ? Ну, как так могло быть? По славянской сущности, мы единый народ. Мы единый народ воин. А что вы на это отвечаете? Меня вот тоже этот вопрос волнует. Как так получилось? А что здесь ответить? Выходите все! Давай-давай, не переживайте, вас никто не обидит. Пожалеем, говорю, пожалеем. Выходите, не тронем, обещаю. Выходи-выходи, подненькие руки. Если сравнивать нас и их в плане этого, да, мы по корням славянских, мы единый народ. Они такие же, как и мы. Но в чем отличие? Отличие я уже как бы на протяжении вот этих вот уже скоро два года будет, я как бы анализировал это все. Потому что у меня тоже есть украинские корни. Что мы видим с той стороны? Историю предали. Веру растерзали, Христа растерзали. Повелись на посулы красивой, богатой жизни. Весь народ повелся. Весь народ повелся. Это народ больной. Народ больной духовно. Народ поврежден на духу. А у вас там не возникало вопросов к нашему Господу? Как так ты попустил это? Почему это происходит? Вопросов-то много возникало. Но Господь это не попустил. Господь, видя все поругания, которые они ему давали последние десятки лет, я думаю, что Господь не попустил. А просто Господь отступил от них. Ну, бывает такое. Порой само присутствие батюшки в зоне боевых действий уже воспринимается как духовная поддержка. Предает бойцам силы, помогает собраться. Оно дает мотивацию. Они видят, они начинают и между собой взаимоотношения более такие. И они видят, что да, священник к возрасте, но то же самое делать там. Батюшка, упор лежа принять. Батюшка, держись. Сколько? Уже минут 15? Да. 20. Я самый старый в подразделении. У меня служат сейчас дети тех старших лентинантов, которых я отправлял в Чечню в 90-м годах. Желающих поговорить с батюшкой на передовой много. Вот только священников там не хватает. Некоторые священнослужители сами изъявляют желание поехать на фронт, но их немного. Есть вот священники, которые или в рамках, например, сенадальных отделов по окормлению воинских частей приезжают сюда и оставляют на время свои приходы. Рисходят жизнь. И стараются поддержать духовно, прежде всего, не морально, не психологически. У них нет этой задачи. Вытирать сопли матерым мужикам, которые сидят. Их задача их поддержать духовно, чтобы, например, завтра он погибнет, а сегодня он причастился. Сегодня он что-то для себя понял. Вот как раз вопрос о спасении. Мы же все время об этом говорим. Зачем священники, военные капелланы, зачем они здесь нужны? Для того, чтобы состоялось это спасение. Если солдат, который вчера еще там сидел, там курил махоркой и матерился, если он причастится, если он как-то соприкоснется со святым таинством, ну, мне кажется, это настолько важно. И священник идет к нему, священник проводит с ним эту работу. Боже хвальный и праведный, Боже великий и крепкий, Боже превечности, творивый небо и землю, поставивый пределы языков, прими оружие и щит и стань в помощь нам. Да не реку, грози наши, где есть Бога, ты будешь и Бог наш, на тебя уповаем, и тебе славу высылаем, отцу и сыну, сутому духу, и ныне признавалеки веков. Аминь. Но вы чувствуете поддержку церкви в своем делании? Конечно, ну, конечно. Рядом с нами, несмотря на то, что мы, мы же ведь находимся в окормляемой среде, то есть митрополия, епархия, но рядом с нами появились военные священники, которые точно так же, они же не из какого-то отдельного теста слеплены, это тот же приходской поп, условно говоря, который вчера еще окормлял своих бабушек, а сегодня он здесь находится, и поверх у него какой-нибудь там камуфлированной форменной одежды, у него епитрахилий, и он здесь как священник. Они творят таинство в полевых условиях, они без алтаря, без ничего, там, ставят что-то вместо престола, там, освящают дары, и солдат же не всегда может выехать в церковь на богослужение, а священник приносит туда книгу, прямо в окопы. Вот такой удивительный храм здесь построили. Военнослужащие сами. Начинал строить один человек, а потом присоединилось большое количество людей, и уже всем миром, всем подразделениям достраивали. Пообщаться с батюшкой для бойца порой редкая возможность. Попасть в храм в зоне СВО еще сложнее. На помощь в непростой ситуации приходят блиндажные храмы. Издалека они незаметны, если о них не знать. Похожи на землянки. Внутри, как и в обычном храме, есть алтарь, иконы, горят свечи. Располагаются такие храмы порой на глубине нескольких метров под землей. Такое сооружение и храмом-то назвать сложно. Но для верующего бойца красота вторична. Главное, есть возможность помолиться и причаститься. Молитва, как сказать, заставить молиться, это очень сложно. Хотя вот сейчас у нас есть благословение священноначалия. Мы бойцов причащаем без подготовки, без правил, в любое время суток. Как изменилась ваша деятельность и служение ваше с началом СВО? Кардинально. Кардинально, если честно. Я, как священник, работающий с военнослужащими, мы реально видели, что, ну, да, православие основная религия наша, но мы-то видели состояние наших бойцов, помягче сказать, на 99% невоцерковленных. А им нужно было это? Ну, война показала, что нужно. О, великий Архангелий Михаиле, победи вся противящаяся нам силой честного Житворящего Небесного Креста Господня. Молитвами Пресвятые Богородицы, Святителя Николая Чудотворца, избави нас, великий Архангелий Михаиле, от всяких прелестей дьявольских. Самый виток такого воцерковления был, толчок серьезный, это вот, когда прошла мобилизация. Когда первый вопрос был, батюшка, «А вы будете причащать?» Я понял, что произошел именно перелом. По 200, по 300 человек я причащал сразу. А правда, что в окопах нет атеистов? В окопах нет однозначно атеистов. Просто у каждого свое понимание. Спасибо, Господи, люди Твоя, и благослови достояния Твое, победы, православных христианам сепаративные дары, и Твоя сохраняя Христом Твоим жительством. Чем мы отличаемся от противоборств с нашей стороны. Вот мы, военные священники, мы никогда в жизни не призываем никого убивать. Наша миссия в том заключается, что мы должны нести те дары, которые Господь нам дал. Милосердие, человеколюбие. Да, мы должны защищать, мы должны защищать. Мы не идем убивать, мы идем защищать Родину, историю, семью, народ свой. Веру мы не захватываем, мы не убиваем, мы не уничтожаем, мы защищаем. И плюс мы защищаем угнетенные народы братские. Духовную поддержку военные священники оказывают не только бойцам, но и мирным жителям. Именно священники часто доставляют гуманитарную помощь в дальние уголки. У нас по благословению нашего ныне покойного уже владыки Вениамина был создан центр в храме. Повзаимодействуешь с вами? я являюсь руководителем военного отдела эпохиального. Взял благословение у владыки и мы создали центр помощи жителям Донбасса. Собирали гуманитарную помощь, привозили сюда. Ну и соответственно, так как должна быть принимающая сторона, принимающая сторона была бригада Восток, Александр Сергеевич Ходоковский. Соответственно, с тех пор взаимодействуем, помогали и мирным жителям, и до сих пор помогаем. Вещи для гражданского населения, тут свитера, детские игрушки, продукты питания, медикаменты, все это будет передано на освобожденные территории. Александр Сергеевич Ходоковский, командир бригады Восток, вместе с военными священниками поддерживает бойцов и местных жителей. Он так же, как и отец Святослав, считает, что здесь сражение идет не за материальные блага и ресурсы, это битва с темными силами, война со злом. И началось все еще с разделения церкви. Если где двое или трое собрались во имя мое, там я между ними, там Христос, а где разделение, там всегда Христа побивают, изгоняют. И как только вот в одном народе, в одной колыбели, можно так даже сказать, началось разделение, признаки этого проявились очень давно уже. Вот с этого момента стало понятно, что развивается какая-то тенденция, которая начинается с чего-то малого, потом набирают интенсивность и потом, в конце концов, к чему-то приходит закономерному. И вот, я думаю, что те силы, которые нам противостоят, они выбрали самый для нас болезненный, уязвимый момент. Чувствительный. Потому что когда еще вера не окрепла и били по сознанию людей, которые мы ведь здесь на Донбассе очень активно боролись в свое время с вот этими ростками, которые быстро росли и пускали корни национализма украинского. УНА-УНЦО. мы вплоть до того, что мы физических отсюда изгоняли. Главного врага в духовной войне видят не только православные христиане, но и представители других религий. Давайте так вот, я себе положаю руку на сердце. Кто в начале СВО обозначил религиозный аспект этого конфликта? Кто? Ченцы. Кто? Они сказали, что назвал... Там шайтаны? Нет. Они вот именно сказали, что мы боремся, русские борются с сатанизмом, а мы им помогаем. Это вот именно шло от мусульман. В основе во всем лежит именно нравственность духовные, человеческие, общечеловеческие ценности. И несмотря на то, что мы разные религии, но основа, за что вот сейчас мы боремся, оно едино. То, что эта борьба духовная, не понимает множество россиян. Люди не хотят принять и осознать то, что происходит сегодня в Донбассе. Но это, как страшную болезнь опасно игнорировать. Нас многие в России этого не видели, не хотели видеть этого. Но я живой свидетель того, что здесь происходило. И что происходило? Ну, оно и сейчас происходит в более масштабной сатанинской форме. А что происходило? Распинали наших ополченцев на крестах. Правда? Ни одного? Да. Да. Я был в серых зонах. Я был в Зайцево. Я был под Горловкой в 16-17-ом году. Ну, мне хватило Азовстали. Мне хватило бункеров под Изюмом. Мне хватило пыточной тюрьмы под Старобельского половинка. Я еще много не был. Но мне вот этого хватило. На чьей стороне правда и кто на самом деле враг даже не все жители Донбасса увидели сразу. Распознать истину помогла вера. А как вы выбрали свою сторону и свою опору? Для вас это был сложный процесс понять, на чьей-то стороне? Да нет. Вы знаете, чем больше ты в этом всем находишься, тем больше ты понимаешь, что никакой логики не было. Вот импульс, решение. Знаешь, интуитивно на чьей-то стороне наверное дух вроде где хочет. Ты своих распознаешь не по паспорту синим или красным, а по тому, какого они духа. И исходя из этого ты выбираешь свою сторону. В 2014 году я был человеком достаточно уже зрелым и по своим каким-то уникальным опытом. И воцерковленным? К тому времени да, он же был воцерковленным и наверное и может даже наверняка именно это и сыграло ключевую роль. Александр Сергеевич Ходоковский родился в Донецке тогда городе Украинской СССР. Сегодня оглядываясь назад он понимает, что всегда считал себя русским. Сомнений в том, на какой он стороне у него не возникало. На Донбассе мы все русские и свою русскость исповедовал все время. Мы вообще считали, что мы случайно оказались в Украине в силу каких-то политических нелепостей. Да, я подписываюсь под этим, потому что вы тоже выросла в Донбассе. В народе распространено мнение, что военные действия и разговоры о Боге несовместимы. Однако военные священники говорят так. Сейчас мы не воюем, а защищаем себя, свою Родину. Мне очень запомнился пост, когда вы говорили о том, что война со Христом и война без Христа это разная война. Не могли бы вы как-то пояснить этот тезис и вообще рассказать о том, как бы вы отвечали тем людям, которые говорят о том, что война и вера не совместимы? Не мир принес. Это же евангельское выражение. Не мир принес. Но не имелось в виду, что в прямом физическом выражении но меч извлек. На месте в виду, что обретение Христа это начало войны внутри себя прежде всего. И ты начинаешь, как в том известном стихотворении, бой самим собой и самый трудный бой. Но это все экстраполируется вовне и когда это накапливается и порождает противостояние, неизбежно помимо внутренней духовной брани возникает еще и брань физическая. К сожалению, так есть, но только надо одну броню не отличать от другой. Но просто как раз эта фраза по поводу того, что со Христом это когда ты все-таки сохраняешь себе то, к чему он призывал. Что он проповедовал любовь и милосердие, как один из наших любимых духовных наставников. Что такое любить? Так всех жалко. Здесь большой драматизм. В смысле механические процессы даже в войне подвержены каким-то своим законам. то есть в войне чем больше ты демонизируешь врага, тем более ты мотивирован сам. То есть нужно культивировать себе ненависть, нужно культивировать себе восприятие противника как что-то, что не жалко убить, уничтожить. но вы для себя лично как это определяете, называете? Вы знаете, а я наверное не то, что уйду от ответа, но для меня это пока еще вопрос недосягаемый. Это у Юрия Левитанского было, что я не участвую в войне, она участвует во мне. так вот она во всех нас участвует, как такая собирательная композиция такая и политическая, и экономическая, и всякая противница духовная. И мы ну что, мы можем только констатировать факт, что мы что-то делали, чтобы этого не случилось, видимо мы были не очень эффективными, теперь мы оказались в этой войне, она в нас, и ну наверное чем меньше мы оставим находясь в этой войне чего-то такого непоправимого, тем наверное больше будет для нас оправданий за это участие. Понимаете какая сверхзадача перед нами стоит? Не сохранить просто государство России, чтобы как можно дольше оно фигурировало в какими-нибудь международных институциях, нет, как можно больше людей спасти от ада. Кто-то скажет такой ценой спасения, вот эта вот вся кровь, вот эта боль, вот эти слезы, трагедия, это и есть путь к спасению? Только ради того, чтобы для огромного большинства наших сограждан был открыт путь к спасению, вечно, что стоит, ну земная жизнь, русский ты или украинец, ну это же мгновение, а тебе предстоит вечность, и ты должен в эту вечность уйти с чистой душой так, чтобы там на мытарствах или на страшном суде тебя приняли как своего. Но если я переношу или переношу с мыслями, ну например, к своему ребенку, и я не хочу сказать, что это не было для меня сумасшедшей бы трагедией и драмой, но если бы речь шла о том, чтобы в результате чего-либо, мой ребенок ну например, исчез в земном бытии, но имел бы шанс оказаться там, во благих водворился, да, и я все-таки склоняюсь внутри себя, несмотря на весь драматизм этого вопроса, потому что да, кровь, да, страдания, безусловно, но куда большим страданиям мы подвергнемся, если мы окажемся разлученными, если мы окажемся вообще не там. о том, что землю Донбасса ждут непростые времена, более 20 лет назад говорил старец Зосима. Если бы тогда люди были ближе к Христу, к церкви, может быть, все эти страшные события и не произошли. Не могу не спросить про батюшку Зосима, знаю, что вы лично видели его несколько раз в своей жизни, и, наверное, вы один из первых стали вспоминать о его предсказаниях, о тех проповедях, в которых он абсолютно четко расписал все, что будет в наше время происходить. Как вам вообще жить в эпоху сбывающихся пророчеств? Самое ведь главное в том же от Сезосиме не то, что он был прозорливцем, важно то, что он нес свет Христа, потому что те времена особенно. Просто это делают акцентированным. Вот жил у нас такой старец, который обладал даром прозорливости. На самом деле он в те времена, когда церковь была в полном, извините, загоне, он был, он проповедовал, он был миссионером, потому что помимо того, с чем он боролся, собственно говоря, с человеческим невежеством, с атеизмом и с окружением, даже собственно церковным, которое не всегда его понимало, он еще и понимал, что грядут какие-то беды, которые свалятся на нас, как вот квинтэссенция всего вот этого. Ведь вот то, что сейчас происходит, и о чем он пророчествовал, это же ведь имеет корни вот в этом, в неверии. Или в том, что люди, даже и веруя, просто пренебрегали этой верой. Александр Ходоковский считает, что все эти годы страданий Донбасса особое время. Время прихода ко Христу. Мы просто выторговываем время, понимаете? Вот перед апокалипсисом, перед тем, как потом уже, вот в чем застану, в том и судить буду. Так вот и здесь мы просто выторгуем время, когда где кто-то погибает, кто производит свою работу неблагодарную, кто-то другой приходит к вере и обретает шанс на спасение. И разве этого мало? Это только есть смысл, чтобы произошло спасение человека. Мы же ведь иначе просто зря живем и зря расходуем эту землю, зря ее уничтожаем, потому что мы ничего после себя не оставляем. А любить врага в этой ситуации вообще есть хоть какой-то шанс? Есть, безусловно, есть, но просто это все в разных плоскостях. Одно дело любить дистанционно через как-то, через призму какую-то, через призму информационных потоков и прочее, это очень трудно. Но если ты вот так один в один с ним столкнулся и оказался в какой-то ситуации, где ты можешь эту любовь проявить, то, безусловно, вот в этот момент ты можешь как раз и явить эту любовь к своему врагу как к человеку. Просто здесь, мне кажется, что когда мы говорим о любви, то она должна быть персонализирована. Многие люди, прежде называвшие себя патриотами, с началом СВО и мобилизации, спешно уехали из страны, перебрались в более безопасные места. Так сделали и многие жители Донбасса. Этих людей сложно в чем-то винить. у каждого человека свои причины. Кто-то беспокоится за детей, кто-то за родню, а кто-то за себя. Возможно ли любовь к Родине без веры в Бога? Мне кажется, что в нашем случае нет. Потому что мы настолько связаны, вот вера в Бога и история нашей Родины, что вы вытащите это, это как позвоночник вырубить. Мне кажется, что святость Руси в том и заключается, что мы как Святая Троица, где человек, где страна, где вера объединены в одно, в одно существо. В этом наше триединство. И причем оно не такое фигуральное, оно абсолютно реальное, наше триединство. Александр Сергеевич уверен, те, кто остались, люди не случайные. Это не те, кому некуда ехать, а патриоты, переживающие за свою страну, поддерживающие ее молитвой и трудом. Здесь сепарация произошла очень сильно. И те, кто нестойкие, или те, кто не разделяет, они конечно уехали. Здесь концентрация людей, скажем так, повышенной пробы, она повыше. Донбасс – это святая земля? Она многострадальная земля. Это чувствуется, когда сюда попадаешь, особенно, когда ты здесь живешь, выезжаешь и возвращаешься. Святой бы я ее не назвал, может быть, и предстоит еще так стать. Но на самом деле она, знаете, как вот здесь же мученики, великомученики, это мученик. Это земля мученик, это правда. Вера в Христа помогает не только пережить тяжелые события, но и осознать, что все происходит не просто так. И как бы ни был жесток и зол враг, победит добро. Господь даст силы пережить все испытания. Победим? Конечно. Однозначно. Даже сомнений нет. Бог поругаем не бывает. А здесь он, поругаем, на каждой пяти земли. Может быть, и нам вот этот, через что нам приходится проходить, через вот эти сопли, слезы, смерти. Это страшно, конечно. Мне 54-й год. Я за эти полтора года столько похоронил и потерял людей. Причем, самое интересное, что я, я бы столько людей не знал за всю свою жизнь, сколько я узнал за эти полтора года. Но я и потерял столько, что, знаете, каждый боец, который погибает, которого я знаю, которого я окормлял, да даже не то, что окормлял, просто общался. Это часть моего сердца. А как вы со всеми этими потерями справляетесь? Господь помогает. Господь по ним помогает. Тяжело, тяжело это все. Вот мы с Александром Сергеевичем тоже на эту тему разговаривали. Как бы иной раз сидим, разговариваем. Знаете, я поражаюсь, как он это все переживает. Зная и его, я знаю, что для него каждый боец, как вот это частицы него, палец, рука, нога, или еще что-то. Я это знаю. Я знаю, как он относится к людям. И вот за эти 9 лет 900 человек бригада Востока. Я ему иной раз говорю, Сергеич, как ты с этим живешь? Он говорит, батюшка, только Господь меня поддерживает. Ведь он каждого помнит. Каждого. Поименно. Как бы страшно ни было, искренняя молитва придает силы, и многие бойцы чувствуют, что Господь рядом и помогает. Подтверждением тому могут быть чудеса. Четыре дня назад заехал в подразделение десантников. Волонтеры приехали, ростовские девчонки привезли там с помощью какой-то. Посидели, поговорили, с десантниками с этим поговорили. Ребята уходили на Абдеевку. Я спросил, у вас подразделение штатное полк? Я говорю, ну, давайте мы возим знамена православные. Я говорю, давайте я вам знамя на полк, как божье благословение, чтобы у вас было. Первое попавшее знамя беру, вытаскиваю, раскрываю его. и там разные святые всегда, но самое удивительное, что когда я это знамя раскрыл, там был Илья Пророк. Десантники. Да. Вот именно покровитель ВДВ. Когда я передал, я говорю, мужики, все будет хорошо, сам Илья Пророк с вами. Чудо. Мы всем героям нашего проекта дарим подарки, в подарок икону, но для вас мы привезли особенную икону из мстер от волонтерской группы Москва-Донбасс, от моей мамы Елены Михайловны Романенко, лично Александру Ходоковскому и всему батальону Восток. Святый благоверный княже Александре, моли Бога о нас грешных. Спасибо большое. Мы всем героям, поскольку наш проект называется Православный щит Донбасса, дарим подарки, которые с нашей точки зрения будут являться таким щитом, священным щитом в его делании и служении. Это вам ангел-хранитель. Спасибо, Господи. Специально для нашего проекта. Это очень важно. И я благодарен. Эта икона займет достойное место. Это будет как святыня у меня в храме. Огромное спасибо за такой подарок. Храм закрыт. Лишь тихо плачут свечи. Батюшки покинули амвон. Скинул молча автомат на плечи под печальный колокольный звон. Если ты несешь святое слово, то не отстояться в стороне. Если легионы бесов снова жизнь хоронят в адовом огне. Крест нательный согревает тело. Сердце бьется ровно, не спеша. Родину спасать святое дело знает православная душа. Чтоб солдаты одолели страхи, чтобы дым не застил Божий свет. Защищали Родину монахи и шагнул из строя пересвет. Перед боем прочитав молитву, как ведется издревле в Руси. Охраняет всех вступивших в битву русская помилуй и спаси. Русскому бойцу душе отрада. Не страшна ни пуля, ни снаряд. Знает он в окопе рядом батюшки молитвою хранят. Крылья вырастают за спиною тех, кто на пути встал сатаны. Божий глаз не бойтесь, я прикрою. Я люблю вас, верные сыны. Автор Михаил Дьяков. Наступит время, когда события в Донбассе войдут в историю, станут одной из глав школьных учебников, а ужасы забудутся. Но самое главное, чтобы люди помнили урок. Безверие и поругание Христа оборачиваются самыми страшными последствиями. Хотя даже в такие моменты Господь нас не оставляет. Вечна вера славна, наша вера православна. Вера в сердце умягчает, дух и воля в ней крепчают. Вечна вера славна, наша вера православна. Редактор субтитров А.Семкин